Слышите, закат-то я и не заметил, а он-то, оказывается, вообще говоря, был. Ну, что-то очень странно, что положение для заката очень странно. Вообще, солнце вон там заходит обычно. Там, возможно, какой-то разрыв в облаках, и как-то осветило прям розовое-розовое что-то. Что-то, по-моему, что-то очень круто. Вот, зафиксировал. Так что, прям такая фантастическая картина. Так, я там что-то не сказал в предыдущем спиче про то, как разворачивал Хазин свою теорию. Он объяснял, что, ну, как бы, если начнут умирать руководители государств, то возникнет, как бы, представление некоторое такое, что быть руководителем государств небезопасно, скажем так. Что вас могут убить, и это может привести, соответственно, к изменению всей системы вот этой сложившейся власти в мире. Там понятно, что с руководителем государств и так далее. Ну, в самом деле, я говорю, теория такая очень, очень, прямо, как сказать, маловероятная, мне кажется, потому что что-то это как-то уж слишком. То есть, да, убийство, да, как сказать-то. Понятно, что это может быть, но это такое уж глобальное какое-то переформатирование мира и так далее. То есть, такое вот, прям, поэтому я даже не знаю, честно говоря, я... Он сам вообще-то говорит, что это теория, но, как бы, знаете, теорий-то много есть, вообще говоря. Не, ну, слушайте, там, конечно, вот это вот освещение розовое, прям зачёт, зачёт. Это, как бы, кому спасибо, Господу Богу. Я прям не ожидал такое увидеть-то как-то сегодня. Что самое главное, это очень далеко от заката, от реального. То есть, прям, как будто там какая-то теплица Бога. Там просто, там, в той стороне немножко слева есть теплицы, не так далеко от аэропорта, и когда они светят вверх, их, по-моему, даже здесь иногда можно увидеть. Вот этот свет, они очень яркие. И поэтому, как бы, ещё немножко подувеличу. Такое, наверное, это... Даже искусственный интеллект не сделает. Хух-хух-хух-хух. Если даже захочет. Пока он не всё может делать, не всё может генерить, скажем так. Уже куча нейронок развелось. Так что, вы знаете, я надеюсь, что у Путина в рукаве есть какие-то продуманные заготовки на случай каких-то больших реформаций в мире. Ну, я так очень образно пытаюсь говорить. Потому что, ну, имеется в виду, что, ну, как сказать-то, какое-то нарушение какого-то баланса, что ли, вот когда государство вот такое, вот с такими-то руководителями, может перестать нормально функционировать просто вот государственная система. Причём, как бы... Ну, это так. Это что-то вообще к этому, к апокалиптическому и антиутопическому реально что-то преклонило. Но в реальности, я думаю, что это навряд ли. То есть люди, в конце концов, не такие. Не люди. Ну, которые там... Я думаю, у Путина всё-таки всё должно быть под контролем. Сейчас, кстати, начало угасать немножко это. Ну, розовизна. Ну, понятно, что солнце там уже уходит совсем. И оно прям на глазах начинает угасать. Ну, красиво, красиво, слышите. Ну, да, там солнце заходит, просвет в просвет не светит уже так сильно. И оно всё ниже и ниже. И сейчас оно, по идее, должно прям аж погаснуть. Оно красиво. Да, с этого видео вообще можно нарезать что-нибудь для релакса. Убрать мой... Ну, мой голос, наверное, не противный, но... Парочки везде, кстати, сидят здесь. Так приятно. Романтика. И вообще хорошо. В России вообще-то хорошо, если что. Особенно вот... Как началось СВО, ну, понятно, что люди ушли на войну, это всё очень плохо. А жизнь-то в России стала лучше, вообще-то говоря. Особенно для обычных людей, честно скажем. Может быть, богатым стало хуже, да, у них возможности резко подубавились. И финансовые там, и так далее. А для обычных-то людей стало лучше. Деньги и финансы обратились уже вовнутрь. И социалка стала. Вот. Вот. А сам закат, он был вон там, посередине, если смотреть. Где-то вон там. Огорело вот здесь. Так, ну ладно, что я ещё немножечко пройдусь. Сказочник ещё тот. Хотя, ну, что здесь? Я не знаю, просто пока я особо не готов что-то ещё сгенерить, какие-то мысли. Так что, ну, я не знаю. Надо всё-таки быть оптимистом. Какой-то, наверное, вот такой посыл, последний. Аккорд. Аккорд.